Йогурт и ряженка – мясо птицы, скоропортящиеся продукты в зоне особого риска. Нарваться на некачественные продукты питания можно как на рынках, так и в магазинах. Недобросовестные продавцы перебивают сроки годности на этикетках, обвешивают и даже добавляют антибиотики, чтобы продукция дольше сохраняла товарный вид. 21-летняя Анар Саденова жалуется на качество лапши быстрого приготовления. Подозрительный суп девушка принесла на проверку в Департамент по защите прав потребителей. «Я студентка. Время на приготовление блюд есть не всегда, поэтому часто покупаю продукты быстрого приготовления. Вечером я заварила китайскую лапшу, съела всего две ложки и сразу почувствовала вкус лекарств. Решила проверить. Сейчас жду результата из лаборатории». Подобным образом поступают не все, говорят в Департаменте по защите прав потребителей. Их чаще подозрительные продукты горожане попросту выкидывают. Специалисты призывают отстаивать свои права и наказывать недобросовестных продавцов. «Было отобрано 143 образцов продукции на лабораторные исследования. По результатам лабораторных исследований именно в составляющем нарушение не выявлено. И в случае выявления нарушения будут применены административные штрафы. На физических лиц это 20 МРП, 20 с лишним тысяч тенге будет. Что касается юридических лиц, то до 600 тысяч тенге». За прошлый год специалисты Департамента по защите прав потребителей области проверили около 2000 объектов. 1906 лиц привлекли к административной ответственности на общую сумму свыше 50 миллионов тенге. Почти 900 жалоб поступили от жителей области. По каждому обращению проведена индивидуальная работа. К слову, пожаловаться на качество товара и услуг можно по телефону горячей линии в Шенкенте, 210297.